Деприво колено будет блюдо. Финальный этап приготовления. Да, нормально, можно. Ну-ка, давай опробуй. Видишь берега? Офигеть, 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 офигеть. Миссия комплит. Препятствие номер два, но уже побольше воды, где-то, наверное, по колено, если не больше. Больше. Даже больше, где-то примерно по пояс. Надо бродить. Саня летчик-испытатель сегодня у нас. Почему? Вызвался опять первый. Ну реку первую ты переходил. Это фиаско. Это фиаско, братан. Это фиаско, братан, да. Все, Мишань, пойдешь за гриловку. А давай, может, это можно развернуть. Я туда больше не пойду. Сходили со стекой, принесли жерди, две ели. Перекинули сюда, и сейчас будем переходить. Саня уже в избе. Сушится печка, походу, уже развел, он дым идет. Сейчас и мы подойдем скоро. Степа, тестирую. Нормально, Степа выдержал, а меня тоже выдержит. Все, нормально. Опа. Пять минут полет нормальный. Прошел. Все прошел. Сейчас я пойду. Тебя, Степа. Многие нам писали в комментариях, сделайте переправу, мостик. А мы так и не сделали. Теперь нам уже с ними аукнулось. Может, и сделаем скоро. Давай эту так же держим. Вот все. Вот все. Убираем. 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 Продолжение следует... 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 который у которой бежит до сих пор нормально мы сюда потом эту дырочку клин забьем и бежать не будет крайней мере не должно стёпа там что-то нам готовит веприво колено что ли говорит будет вкусно и говорит что готовить будет на пиве все это в реку убегает еще бы она так не разлилась тут так прохладно там потеплее в лес зайду посмотрим что происходит возле избы нормально все воды не было хорошо что мы ее отрыли отковыряли снег верхней сейчас там мусора много мусор был выбирать саня сейчас будет расчищать а мы со стёпой двинем за бревнами в сутки живут да в с в с в с в с в с в 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 Продолжение следует... И вот он наш будущий стол, пока что еще в разобранном виде, в несобранном точнее. Продолжение следует... 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 Это блюдо будет на его канале в полностью приготовленном виде, как он что туда клал. Поэтому, друзья, переходите, подписывайтесь, смотрите там, пишите привет от Ипатыча, Михалыча. Вот и лапник принесён. Сейчас раскладываем его на землю под баньку, чтобы было немного теплее. Чтобы запах был лучше. И запах, да, лучше, чтобы был. Главное это запах. Хочу, куда? Максимально, аккуратно, прям туда. Пока что его переносили без каких-либо потерь, ни разу не было. Ну, не будем нарушать эту традицию. Правильно. Всё. Ага, что вы греки ласкали? Подожди, подожди, давай. Сложи просто туда. Первый залп. Вот, пошёл. Пошёл. Так, а теперь, стёпочка, встаём наверх. Равней хуй, Роман. Не-не, можно вставать уже. Сейчас я поддам. О-о-о-о. О-о-о-о. Рукави ещё вот так вот не сидит. А, рукав, сжигая. Тайдём. А-а-а, суперно. Да. Покорите. Звучка. Прикольно, да, блин, Стоп? Вот так мы тут спали ночью вообще не подкладывали. С утра Миша выходил на улицу и на термометре было плюс 20 градусов на солнце. Сейчас в тени 10 градусов. Ещё недельку вот так вот пожарит, а оно будет жарить. Там где-то 10 дней ещё такой температуры будет, хорошая погода будет. И в общем за недельку весь снег сойдёт 100%. Уже сходит. Только что там где-то в лесу, в той стороне вот дерево упало. И мы так настереглись. Может его кто-то повалил. Потому что ветра особо сильного нету. Интересно. Башмаки два дня сохли. Особо избу сильно не топили и поэтому долго сохло. В общем-то говоря. Но сегодня сухие. Всё высохло. Водолаз. Саня открыл купальный сезон в этой речке. Да. Вот с левой стороны, с твоей, чуть-чуть убрать. А вот так всё равно не вылазит, да? Да. Вот так он вроде был. Ещё не вылазит. Вот эту можно почеснуть. И вот эту. Главную глубину узнать. А струна это нормальных. Здесь. Верим, что я могу. Пока видно. Вот, друзья, стол не закончили. Вот от него части лежат. Сама столешница. Распилили её на две части. Мишаня распилил. Просто жуть. Я думал, не сможет. Положить пару брёвен. И на эти брёвна уложить стол. Ни времени, ни бензина не осталось. Поэтому оставляем так, как есть. Приходим, в следующий раз доделываем. А пока что идём домой. Сейчас нам надо перейти. Будет две реки. Из-за одной, которой я вчера переходил, провалился. Чуть ноги не отморозил. Ну ладно, возле избы были близко. Я прибежал, быстренько затопил. Короче, и нормально всё. Потом парни пришли. Всё, мы, друзья, домой собрались. Покидаем избушку. Скоро придём снова. Друзья, понравилось? Если кому-то, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами были Ипатыч, Михалыч, Стёпыч, Степан. Подписывайтесь на Стёпу. Ссылки оставим в описании. Всё, всем пока, друзья. Всем пока. Всем пока. Маленькая речка превратилась в большую речку. Как её сейчас переходить? Да. Да перейдём, а тут по этим же пройдём, и всё нормально было. Даже бревно упало, смотри. Какое? Вон это не на своём месте лежит. Да? Ну что, пойдём. Течение сносит, походу. Ну, блин, падать так под музыку. Всё, давай, Сань, пошёл. Смутиться? Тогда немножко есть. На вот эту, за которую держишься, сильно не упирайся на неё. Глубина там, наверное, по шею сейчас. Да какую шею? По пояс? Да не, какой по пояс? Ты чё? Чё ты меня пугаешь? Что-то, чё-то, блин, пошёл. Там больше воды. Зацепляйся там вот за ветки нижние самые. Да блин, вот эти мешают. Вот за самые нижние. Давай. Сейчас ещё сильнее растает, ещё больше будет. Надо будет. О, блин. Адреналин прям. Да, у нас ещё один брод есть. То, что вчера ещё, ой, позавчера провалился, это вообще, блин, стресс для меня. А вот и вторая река. Через которую мы просто перепрыгивали, когда, получается, шли сюда. Угу. Там может кадры вставить, Михалыч покажет. Вот она как разлилась. Блин, как Стёпа прошёл, вообще непонятно. Ну вот он обратно ушёл, походу, куда-то туда. Стёпа, напиши, как прошёл. Это место, то есть сейчас тут вообще воды нету. А до этого вот края по снегу были и по вот тот берег. Вот масштаб, вот Михалыч там стоит. Стёпа здесь брод переходил, раздевался, штаны снимал и переходил. Ну, я думаю, он это заснял. Говорил, что заснял. Да. Вот, а сейчас, смотрите, ничего нету. Это прошло где-то дня четыре с того момента. Вся вода ушла. И вот здесь вот опять размыло. Смотрите. Прям сильно размыло здесь, блин, глубоко. Да. Вот здесь родниковая вода бежит. Ну, сейчас здесь сталая. Сейчас сталая. Вместе с сталой. Угу. А так здесь родниковая вода бежит. Друзья, мы сейчас находимся вдали от избы. Изба в той стороне. Решили сходить до родника. Тут ещё один родник. Когда зимой, когда снег здесь был, мы проходились по следам бурана. И нашли здесь ещё один родник. Вот посмотрели. Ничего интересного нету. Поднялись повыше. И вот здесь смотрите что. И теперь давайте вопрос на засыпку. Чья это нора может быть? И причём всю зиму в ней кто-то жил. Потому что вот здесь лёд. А, ты там ещё что ли нора? Ты не видел? Я вот эту видел. Иди сюда. Иди сюда. Там в дереве. Вот. Здесь лёд. И хрена. Давай. И вот она нора. Сейчас какой-нибудь дятел оттуда вылезет. Ну-ка тихо. Тихо. Там лёд. Чья это может быть пещера? Я думаю что заяц. Не знаю почему. Вроде как зайцы живут в этом. В норах. Вот. И вот здесь смотри с этой стороны тоже залазили. Здесь тоже лёд. Да. Я вот тут и видел только. Какую? Вот тут. Ага. И вот там ещё где-то были. В той стороне. В общем. Давайте будем гадать. Чья же это нора. А гадаю. Лиса. Смотри как опала. А ну хотя не может и заяц. Мне кажется заяц всё-таки. Так если заяц был какашек, наверное. Кроме лисов. Много было. Ну лиса бы была. Тоже бы наверное были. Нет уже. Держи. В общем прикольные места. Смотрите здесь сколько жердей. Брёвен. Просто тьма. Огромная большая тьма. Блин. Нам бы туда это всё. Там выше. Ещё больше. Короче. Ходим. Осматриваемся. За одной. Решили посмотреть. Может. Может. Найдём. Рога. Лосяшные. Но. Пока безуспешно. Всё. Ходим. Пытаемся. Короче. В поисках. Рогов. Уже второй год. Смотри. Вот у каждого родника. Да. Эти. Веська. А. Большая. Кстати говоря. Тропы здесь. Кругом. Со всех сторон. Интересные места. Очень интересные места. Друзья. И вот родничок. Лежит. Тут он интересный. Здесь набирать очень будет удобно что-либо. Но он далеко от избы. Поэтому он нам не подходит. Вот он как бежит здесь. Вот они уже ползают. Энцефалитное страшилище. Вчера одного снял Мишаня прямо с шеи. Так что друзья. Выходите в лес. Будьте аккуратней. Осматривайтесь чаще. Да вообще. Игорь Лесник очень хорошо. Вот о них рассказывал. Мне понравилось. То есть как защититься. Как и что про клещей. Так что. Можете перейти посмотреть. Сейчас температура. Плюс 10. Плюс 11. И вот они уже ползают. Гадюки такие. Маленькие. 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 В свои поиски. Возв蒸. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...